Вначале о состоянии маленького Вани, за здоровье которого сейчас переживает вся страна. У малыша, который выжил при трагедии в Магнитогорске и сейчас находится под наблюдением столичных врачей, отмечается улучшение. Об этом сообщили медики. Тем временем завалы на месте обрушения жилого дома удалось разобрать примерно на две трети. Жертв к этой минуте 38. Репортаж Дмитрия Кулько. Вы здесь живете, где жилье? Не дай бог, никому. Жильцам дома тяжело говорить. Душат слезы. К народному мемориалу, который стихийно вырос рядом с местом трагедии, люди бесконечным потоком несут цветы, мягкие игрушки. Среди погибших – дети. Вот я не знала никого, но это личная утрата. Это такая боль, потому что невинные люди погибли. Среди них дети. Это еще двойная боль. Пришли вот сюда с семьей для того, чтобы почить память и помолиться за людей. И сказать огромное спасибо спасателям, которые спасли Ванечку, спасают людей и делают все, что в их силах возможно. Ни с кем поклонен. Работа спасателей на месте обрушения ускорилась после того, как была создана вот эта эстакада, насыпь. Грунт для нее привезли из карьеры. Благодаря этому спецтехника теперь может дотягиваться до верхних этажей для того, чтобы устранять опасно нависшие конструкции. Как сообщили в штабе МЧС, уже вывезено две трети завалов. Работа будет продолжаться до полного разбора. Не прекращалась она и ночью. В этой операции участвуют около тысячи человек. Спецтехникой поднимают крупные обломки. Затем группа возвращается на поиски погибших. Груду бетона спасатели разгребают вручную. Вот, просвечивают щели фонарями. Сейчас начался один из самых опасных этапов разбора завалов. Вот посмотрите, где работает группа спасателей. Прямо над их головами нависают вот эти бетонные плиты. Это лестничные площадки, начиная с пятого этажа. В любой момент они могут обрушиться. Также неизвестно, как поведет себя вот эта единственная уцелевшая стена. И вот мы видим эти балконные двери. По-прежнему сохраняется угроза ее обрушения. Любое движение, любая вибрация может повлиять на текущее состояние. Если возникает ощущение, что какая-то есть угроза повышенная для личного состава, работы приостанавливаются и принимается решение, что необходимо сделать. За 10-месячного Ваню Фокина переживает весь Магнитогорск и вся страна. Его сейчас лечат лучшие специалисты. Малыш по-прежнему находится в реанимации НИИ, неотложной детской хирургии и травматологии. По словам врачей, состояние мальчика улучшилось. Всего в больницах сейчас находятся пять пострадавших при обрушении подъезда в жилом доме. Сообщается, что из реанимации в обычную палату перевели 13-летнего Сергея Гаврилова. Того самого подростка, с которым во время посещения Магнитогорска общался Владимир Путин. Состояние всех пострадавших оценивается как стабильное. Настоящим чудом здесь называют историю Евгения Юрченко. Он покинул свою квартиру за 15 минут до взрыва газа. Просто вышел пораньше, ведь машина в то утро была далеко от дома. Я припарковал машину, пошел посмотреть. Я смотрю, моей квартиры нет. Вы понимаете, у меня просто случилась истерика. Потому что я сразу понял, что если бы я остался, допустим, дома, меня бы тоже не было, меня бы тоже смесило, как и этот подъезд. Соседи бросались на помощь пострадавшим. Спускали их на руках по руинам. Лестницы обрушились во всем подъезде. Наталья Долматова прибежала на завалы, когда в воздухе еще висело плотное облако пыли. Смотрю, развалины, побежали туда. Какие-то парни уже залазили, помогали спускать людей. Вот семью помогла, семью спасали детей, вот я выносила. Все как бы, вот до того вот все быстро, что даже по времени неизвестно, сколько это было. Некоторые пострадавшие сейчас живут в гостиницах. Кого-то пригласили к себе неравнодушные жители города. Сотни добровольцев в Магнитогорске предлагают помощь. Телефоны в волонтерских центрах разрываются. Записываем номера, тем он может помочь. Если необходимо, какая-то помощь обращается. Мы смотрим по списку, чем конкретно человек может помочь и сразу звоним. Люди просто помогают. То есть там есть и вода, и памперсы, и если есть дети, то дают подарки. То есть и еду дают, и все-все-все. И бытовую химию, и одежду предлагают. Жильцов квартир, которые не пострадали во время взрыва, сегодня вновь пустили домой. Успели взять все самое необходимое, что поместилось в руках. Успели взять документы, лекарства, носимые вещи, теплую одежду сменную. Ну, ребята помогали, сотрудники. Большое им спасибо. Открывать, нести. Так-то вот все взяли. Сегодня начнутся выплаты семьям погибших и пострадавших. Тем, кто потерял близких, местные власти выплатят по миллиону рублей. Со всего мира в эти дни приходят соболезнования и слова поддержки. Переживает трагедию родного города и известный хоккеист Евгений Малкин. Он начинал играть в местном хоккейном клубе «Металлург». Сегодня Малкин поддержал земляков. Перед матчем написал на коньках от руки. «Магнитогорск» всегда в моем сердце. «Магнитогорск» мы с тобой. Дмитрий Кулько, Андрей Голдырев, Сергей Кузнецов, Александр Камарцев и Ольга Хитрина. Первый канал «Магнитогорск». Магнитогорск.